Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. Сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в передаче «Климат. Точка кипения» вы очень детально рассказали о том, почему ситуация с изменением климата настолько обостряется и на каком этапе мы находимся сейчас. И вот вы очень хороший ассоциативный пример привели для того, чтобы описать, на каком этапе находимся. Вы сказали, что если взять кастрюльку с молоком и закипятить её, то вот как раз-таки сейчас мы находимся на фазе закипания вот этого молока. И вы знаете, Игорь Михайлович, очень многие люди, неглупые люди, прекрасно понимают и видят всю ситуацию, то, что происходит на сегодняшний день. Ну и, собственно, в принципе, очень многим людям, просто глядя на то, что происходит за окном, видно, что ситуация обостряется и меняется. И очень много людей начинают говорить правду открыто, во всеуслышание. Те же учёные, они констатируют, что да, чем больше мы изучаем то, как функционирует наша планета, тем больше у нас причин для того, чтобы беспокоиться. И знаете, очень много тем, которые до сих пор остаются такой загадкой для науки. Потому что, если взять ядро, о котором мы говорили, ведь происходят экстремальные какие-то изменения в ядре, потому что продолжительность дня то укорачивается, то увеличивается. Вращение Земли то ускоряется. На смену этого ускорения приходит замедление вращения Земли. Происходит какая-то чертовщина, как говорят в мире. Это не чертовщина, это закономерность. Просто происходит смещение центра масс, которые влияют на скорость вращения нашей планеты. Это физика, это нормально. И вы знаете, просто непонятно, к чему в дальнейшем приведут, к каким последствиям для современных учёных, которые пытаются хоть как-то изучать вот эти вопросы. Они не понимают, к каким последствиям в дальнейшем это может привести. Ну если к последствиям для тех учёных или для всего человечества. Для всего человечества, конечно же. Для всего человечества, если мы ничего не сделаем, то последствиям будут, мы их уже описали. А для учёных, ну то же, что и для всех. Ведь все мы люди. Да, да. Вне зависимости от званий, рангов, учёности. Знаешь как? Все мы одинаковы. И все будем в одном котле, если мы ничего не сделаем, друзья. Но мы имеем шанс. Хотя ситуация, конечно, очень тяжёлая. И вот знаешь, что интересно? Интересно то, что сейчас даже те, кто отрицали изменения климата, они воочию видят сами. Это так и есть. Потому что действительно каждый год природные катаклизмы нарастают, становятся всё чаще, всё масштабнее. И действительно, если взять даже вот этот год, этот год побил рекорды жары. И люди прекрасно уже видят, что вот эти волны тепла, они по всему миру наблюдаются. И Европа, и Северная Африка, и Ближний Восток, Азия. Побиты сотни рекордов температурных на сегодняшний день. И ещё это год не заканчивался. Знаешь, вот для меня гораздо важнее не то, что рекорды побили, а то, в какой катастрофической ситуации оказались миллионы людей. Это действительно так. А пока, слава Богу, мы справляемся. Это отразилось на благосостоянии людей, на бизнесе, на жизни, на счетах, которые им приходят. Мало того, что из-за геополитики остались без газа, так ещё и проблема с электричеством. Почему? Потому что реки пересыхают. Это действительно засуха ужасная. Люди не могут уже поливать собственные газоны. Извините, но даже туалетом запрещают пользоваться, как хотелось бы людям. То есть это действительно катастрофа. И плюс счета какие пошли за электроэнергию. Почему? Потому что реки пересыхают, даже атомные электростанции остужать надо, а это тоже вода. А вода нагрелась, и её мало. Гидроэлектростанции страдают. Тоже проблема. И вот особенно в Европе сейчас это очень ощутимо. Из-за глупости некоторых людей, из-за того, что они поссорились или же хотят, скажем так, вернуть былое величие, они сделали так, пытаясь продоминировать над кем-то, что, извините, масса людей сейчас просто страдает. Почему? Потому что газа нет, и теплоэлектростанции просто становятся. Мало проблем нам климатических, мы их ещё начинаем добавлять сами друг к другу. Но не мы, слава богу. Хотя мы. Мы же голосуем за этих идиотов. Ну это же так. Ну разве можно так поступать с людьми? Простой вопрос. Это абсолютное неуважение людей. Потому что кто-то хочет чего-то добиться, у кого-то какие-то амбиции уже, извините, но я понимаю, амбиции — это хорошо. Да, они борются, они делят власть, они делят деньги, влияние на мир. А мне, знаешь, хочется спросить. Люди, мы действительно с ума сошли? Почему мы голосуем за это? Почему мы это поддерживаем? Ведь благодаря нам, тому, что мы делегируем собственную власть, они творят, что хотят, а мы страдаем. Ну, может, как-то умнеть пора. Но время уже не то. Уже в действительности гляньте на улицу, ведь уже до вас дошло. Совершенно вот буквально пять лет назад взять, десять лет, ну это десять лет вообще тем более, а пять лет даже назад, да, с нас ведь ещё в Европе смеялись. Говорили, как это? Ну разве могла Англия допустить, что у них проблема с водой будет? Что в сотнях домов не пошла вода из крана. Которая вечно в дождях, в таком климате, ну и каково сейчас? И мы что, вот это будем наслаждаться нашими очень весёлыми руководителями, которые просто ненавидят какого-то мужика на коне? Да пусть ненавидят. Ну я бы, знаете, вот честно говоря, ну есть у кого-то, кому-то претензии. Ну выходите на ринг и разбирайтесь. Давайте. Мы на вас ставки будем делать, деньги зарабатывать, ну может проигрывать, знаете. Ну лучше проиграть 20 долларов, да, чем то, сколько проиграли сейчас. Нам их кто-то компенсирует? Простой вопрос. Вот эти потери. Ведь мы, граждане, обыкновенные граждане разных стран. Я уже молчу за тех ребят, которые просто погибают. Погибают потому, что кто-то с кем-то не договорился или просто потому, что у кого-то огромные амбиции на этот мир. Почему мы должны умирать? Ну если есть у них амбиции, если есть у них претензии, пожалуйста, на ринг и разбирайтесь. Мне бы хотелось посмотреть, знаешь, как вот мужик на коне, он же всё-таки мастер спорта и тот, кто ему противостоит, вот когда-нибудь. Ну вот с тенью здоровается, может, нашёл он его на ринге или не нашёл бы. Просто интересно. Ну это было бы впечатляюще. Извините за правду. Ребят, ну это действительно правда. У нас у самих маразм, раз мы позволяем такое делать. Нас делают бедными, нищими, и нам хорошо. Зато мы патриотичны, да? Зато мы не поддерживаем кого-то. Ребят, кого мы должны поддерживать? Давайте вот опустимся на землю. Мы живём в потребительском формате. Ну раз мы живём в потребительском формате, раз над нами доминирует доход, и это является нашим мировоззрением, такой формат. Ну мы же должны тогда переживать за себя, да? Если нас кто-то делает бедным, нищим, может, как-то вопросы надо задавать уже? Почему? И самый главный вопрос, кто компенсирует нам теперь наши убытки? Почему мы должны терпеть эти убытки из-за того, что кто-то принял неверное решение? Они нам рассказывают, мы хотим сделать лучше, мы хотим, чтобы было во всём мире безопасно, и в то же время нагнетаем и нагнетаем такую атмосферу, чтобы мы все просто боялись и дрожали, а тех, кто перестаёт дрожать, тех начинаем убивать, да? Ну что, не так? Чтобы другие боялись. Ребята, это жизнь. Если кто-то забрал чью-то жизнь, то вернуть назад он её не сможет. Никто из нас, подчёркиваю, никто, не хочет, чтобы у него забрали жизнь. Даже те же, кто сейчас нагнетают эту обстановку. Вот они считают, что они в безопасности, их семьи в безопасности. Но вот незадача случилась. Помимо их политических игр есть большая воля, чем ихняя. И эта воля говорит сейчас другое. Если мы, подчёркиваю, все мы, не одумаемся и не остановим вот эту, я бы сказал, вакханалию, по-другому не назовёшь, это полный беспредел, то остановят нас всех. И из-за вот этой маленькой группки просто выживших из ума, тех, кто нам навязали, скажем так, культурно и корректно. Есть семья, есть родитель один, родитель два. У нас что, мужчина с женщиной перестал существовать? Бог кого создал? Оно он создал? Нет. Бог создал мужчину и женщину. Так почему оно должно диктовать всем? Оно одно, а нас много. И мы это всё терпим. Почему наших детей заставляют сейчас быть толерантными к педофилам? Это не бред, друзья мои. Может быть, я не прав, я не знаю. Вам вини. Это ведь ваши дети, которые, встретившись с педофилом, должны очень толерантно с ним обращаться, чтобы не ранить его такую вот тонкую психику. Ведь этот педофил, он ищет себе друга, он хочет пообщаться с ребёнком, он хочет поиграть с ним в его игрушки, пригласить его к себе домой, изнасиловать, сломать ему всю жизнь, сделать из него маньяка в будущем. Но ведь это так прекрасно, да? А на закуску мы должны уже есть друг друга. Это нам навязывает вот то оно, которое где-то там сидит. И мы, дебилы, вот то оно — это мы с вами, друзья, потому что позволяем кому-то что-то с нами делать. И вот смотрите, насколько в действительности искажён этот мир. Мы можем говорить о том, чтобы дети не травмировали психику педофилов, но мы не можем говорить о Созидательном обществе открыто. Разве это не бред? Но я скажу так, всему приходит конец. И правда, она всегда восторжествует. Нет большей силы, чем правда. Это так. Ещё чуть-чуть, ещё немножко. Я скажу так, даже те же педофилы не успеют порезвиться, как следует. Как этому миру придёт конец. Вопрос лишь в том, в каком варианте. Или же мы прекратим этот потребительский формат с этим безумием, с властью оголтелых и очумилых идиотов. Или же перестанем существовать все. И это уже правда. И это видите уже сами. И вот плохо то, что происходит. Конечно, это создаст массу проблем. Но надо понимать, что последующие года будут все хуже и хуже. А мы всё будем разъединяться, восхвалять педофилов, аплодировать идиотическим идеям некоторых лидеров, особенно поддерживать патриотически, поддерживать тех, кто просто спит и видит, как устроить просто мировую бойню и желательно ядерную. Потому что кому-то не нравится, что мужик на коне лучше его выглядит. Может, знаете, как-то пора этих ястребов поменять на прекрасных лебедей. Мир изменится и будет лучше. Тогда у нас будет шанс на выживание. Извините, но это откровение, это правда. И об этом говорит каждый на кухне. Подчёркиваю, каждый нормальный, психически здоровый гражданин этой планеты. Но говорит на кухне. Почему? Потому что пресса нам рассказывает совершенно другое. Средства массовой информации нас информируют о том, как хорошо и как вкусно питаться кузнечиками, как прекрасно будет, если мы будем поедать друг друга. это спасёт нас от климатической катастрофы. У меня вопрос. Как тот факт, что мы, люди, станем людоедами, их спасёт от климатической катастрофы? Ну обоснуйте, раз вы это говорите. Только не бред, а реальность. Предоставьте факты. Знаете, что самое обидное? Что нет ни одного научно доказанного факта о том, что изменение климата на сегодняшний день является антропогенным фактором. Ну разве не так? По этому поводу были суды автора этой теории, которую он все проиграл, потому что он не смог это доказать. И после этого не было ни одной серьёзной научной работы, хотя бы близко подтверждающей этот факт. Но мы тратим миллиарды и триллионы денег, забирая их у людей и отдавая неизвестно куда и кому. Кто-нибудь вернёт людям эти деньги? Простой вопрос. Ведь это их деньги. С их карманов берут. И куда-то они исчезают. Климат продолжает меняться, а денег требует всё больше и больше, жадность и ненасытность. Тех, кому мы доверили, нашу власть. Власть над собой. Какими надо быть идиотами, чтобы продолжать это делать? Давайте, друзья, умнеть. Давайте строить созидательное общество. Не потому, что построение созидательного общества избавит нас от этих маразматиков и шизофреников, по-другому не скажешь, а потому даже, и это основная причина, чтобы выжить, выжить всем. Потому что только в созидательном обществе мы можем справиться с теми климатическими угрозами, которые в действительности на сегодняшний день надвигаются. И обоснований этому очень много. Извините за отступление. Спасибо вам большое, Игорь Михайлович. Дело в том, что действительно, ты понимаешь, как людей стравливают друг против друга, и как одни люди радуются, что страны-оппоненты, они сейчас находятся в каких-то тяжёлых условиях или в связи с климатом, или в связи с энергетическим каким-то кризисом. Вот там даже Великобритания, то, что жители страны остались без воды, что сокращается. Ну не только Великобритания. Да, и в Швейцарии та же, да? В частности, если брать ситуацию в Швейцарии. Ведь на сегодняшний день уже на сайте правительства есть постановление, которое говорит о том, что необходимо отключать энергосбережения людям даже днём. И ты понимаешь, что в то время, пока богатеют одни, все остальные просто играют в эти игры, где они стравлены и злорадствуют по поводу страны-оппонента, скажем так. Типа так вам и надо, да? Но страдают ведь люди. Вот смотрите, как у нас в действительности работает наше сознание. Это просто идиотизм. Вот мы находимся в определённой стране. Есть недружественная нам страна. И вот если у них беда, мы все радуемся. Нас заставляют как идиотов радоваться, потому что та страна, которая нам недружественна, она страдает. Скажите, а люди здесь при чём? Ведь недружественная — это те, кто управляют той страной. Люди по ошибке поверивали им, доверившись им. Передали, делегировали собственную власть для них, надеясь на то, что вот как они живут, так и будут жить, что хуже не будет. А их толкают на войну. У них возникают другие проблемы. Ну и как сейчас вообще кризисы наступают. Так это, извините, мы лишь слегка столкнулись с этими кризисами. Представьте, что будет через несколько лет при такой прогрессии. И что тогда? Мы тоже будем радоваться от того, что там люди страдают, простые люди, такие же, как и ты. Вот в чем беда. И тем более кто радуется? Сейчас нет ни одной страны, которая могла бы радоваться. И страна вообще, что это за разговоры? Страна та, страна эта. Это граждане одной страны и граждане другой страны. Но все мы земляне. Мы живём в одной сфере. Никто из нас вырваться из неё не может. Чему радоваться? Это, знаешь, вот сейчас есть конфликтная ситуация одной огромной страны, против которой ополчилась малая часть мира, я так скажу. И вот у них идёт конфликт. И вот сейчас начали страдать люди в этой малой части мира, которая жила лучше всех в своё время. Уже это всё перестало существовать. Они не живут уже лучше. Так граждане вот этой большой страны тоже на патриотизме начинают радоваться, что вот у них воды нет, у них газоны убирают. Ха-ха-ха, а у нас воды полно. Ребята, думайте. Ведь под вашей страной гораздо быстрее плюм поднимается, чем под какой-либо другой. И вода в одночасье может исчезнуть и у вас. Я не желаю это никому. Я говорю фактами. Кажется, что как? Ну наши же реки, у нас же только озёр. Мгновенно исчезают. Год, два — и ничего нет. На глазах исчезают. Вот мы сейчас находимся недалеко здесь у озера. Видели бы вы, насколько оно обмелело на глазах? Просто. И вот кажется, да, вот? Ну куда оно денется? Столько рек. Да-да-да. И то, что кажется, что у нас всего много, знаете, оно всё исчезает очень быстро, одно за другое. Я вам приведу простой пример. Знаете, вот самые никчёмные черви, да, в Земле? Ну никто ж не считает. А вы знаете, друзья, если эти черви исчезнут, максимум мы проживём два года. Вот и вопрос. Комары, зачем они нам нужны? Всякие мошки, камашки. Вот было бы здорово, если бы они исчезли. Но если они исчезнут, ну четыре года максимум, и мы исчезнем. Смотрите, как всё завязано в этом мире. И если где-то происходит беда на большой части нашей планеты, то это обязательно отразится по всему миру. Мир один, мы в одной банке. То люди придумали, знаете, переселялись там, селились, делились. Вот этот рабовладельческий строй 6 тысяч лет, он, скажем так, прогрессировал, модифицировался, совершенствовался. И вот мы оказались в той точке, в которой мы оказались на сегодняшний день. И теперь нас воспитывают как идиотов, ну хотел сказать, как патриотов. А хотя какая разница? Патриот настоящий, настоящий патриот, он должен беспокоиться о всей планете, о мире во всём мире, а не за какой-то значок, знак, флаг, ещё чего-то, символик. Да, это всё хорошо, это всё прекрасно. Но это прекрасно было вчера. Сегодня всё меняется. Сегодня у каждого должна болеть голова о всём мире. Почему это касается, друзья, вашей жизни, жизни ваших семей, ваших потомков? И если мы будем продолжать играть в эти же игры, знаете, как футбольные команды, мы вот патриоты этой футбольной команды, а мы патриоты этой футбольной команды, и вот мы сейчас вот как взбесимся, доказывая, что мы более патриотичны, и пойдём, попереломаем все магазины, попалим машины, перебьём людей, вообще мирно прогуливающихся людей по улице, мы их всех изобьём. Это мы такие сильные, мы такие герои. Ну что, не так? Разве мы этого не видим? И мы же это допускаем. Мы создаём условия своим молчанием, своим терпением, до того, что у нас уже исчезает в некоторых странах такое понятие, как муж и жена, что наши дети должны толерантно относиться к педофилам. Ну если эта зараза расползётся по всему миру, вы представляете, в каком мире бы мы жили? Но я вам скажу, не расползётся, не будет этого, потому что мира этого уже не будет. Никто не допустит этого. Когда мёртвые начинают править живыми, мир облечён. Верните мир живым. Иначе… Иначе даже говорить не хочу, друзья. И не надо сваливать на своих богов, на того, кто придёт, что-то сделает. Знаете, вот все ждут там. Христиане — утешителя, другие — Майтрею, мусульмане и имама ждут. Должен прийти и один всё сделать. Друзья мои, я вам открою один большой секрет. Не придёт и не сделает. Никто. Знаете почему? Потому что никто не имеет права нарушить Богом данную вам свободу выбора. Именно вам Бог дал свободу выбора — жить или умереть. И вот сейчас весь мир стоит на грани выбора. Если этот мир останется, и он будет существовать, и мы построим созидательное общество, вот тогда проявится и Майтрея. Значит, он был, значит, он помог, он сделал. Тогда проявятся и имам, и утешитель, и все остальные. Все, кого ждут. Ну если кто-то ждёт, потому что они сильно и ждут. Как же мы ждём посланников с Мира Духовного, когда служим заведомо мёртвым? Ответьте на вопрос. Когда мы предаём святое, мы предаём самих себя. Как? Простой вопрос. Но если этот мир исчезнет, то значит, что никто и не приходил. Потому что вы выбрали смерть вместо жизни. И это правда жизни. И никуда от этого не денешься. Нам выбирать. Нам дана свобода выбора. Это правда. А то, что климат меняется, да, меняется. И мы это заслужили. Игорь Михайлович, вот Вы сказали, что до тяжёлых времен, они ещё даже не начинались. Нет, конечно. Что хаос ещё даже не начинался. А ведь действительно, ты понимаешь, что многие люди, видя происходящее, всё-таки пытаются закрыть глаза и сказать, что вот сейчас немножечко перетерпим, немножечко переждём, и всё снова вот-вот как-то будет функционировать так, как раньше. И вот видно, как они даже, не знаю, инвестируют свои средства, своё время, своё внимание, свои ресурсы в то, что заведомо обречено, получается. И вы знаете, мы говорили ещё про важность построения созидательного общества. И вот я бы хотела привести пример своих знакомых, которые в результате геополитических игр, скажем так, в том числе ситуации в Украине, они утратили огромные средства, в принципе, огромные капиталы. И вот они говорили о том, что… А ведь в 2011 году, Игорь Михайлович, вы предупреждали, что будет такая-то ситуация с климатом, что будет такая-то ситуация с Украиной. И говорит, если бы мы тогда послушали и хотя бы 10% того, что мы сейчас утратили, вложили в развитие созидательного общества, вот насколько бы уже сдвинулся проект, насколько бы уже сейчас у людей, у других был шанс. Вот есть такое понимание ещё, Игорь Михайлович, что люди растеряны и искренне не знают, что делать. Они видят ситуацию, которая происходит на сегодняшний день, они видят, насколько она острая, что сейчас происходит. Очень умные люди, не глупые, но они, знаете, как будто бы изолируются на том, чтобы создавать вот это созидательное общество сугубо для своей вот такой ячейки, для своей семьи, вот для того, чтобы обеспечить своего ребёнка, обеспечить свою жену и так далее. То есть насколько это всё-таки… Знаешь, насколько это всё? Я тебе скажу, насколько это всё, Татьяна. Это очень правильно с позиции семейной такой ячейки, но это очень глупо, исходя из ситуации сегодняшнего дня. Ведь эти люди, они понимают и видят ситуацию. И они открытым текстом говорят о том, что мне нужно сейчас построить вот это вот ваше созидательное общество для своей семьи. У меня вот ребёнок родился, ну как? Да? Ведь так же ж люди говорят? Ну или родился, или есть. У нас есть знакомые просто, которые приблизительно так и говорят. А вот потом, может быть, ещё люди боятся. Люди, зная правду, они пугаются. Они реально пугаются от того, когда начинают понимать, что над ними зависает огромная угроза, и они не хотят этого слышать. И они переключаются на то, чтобы обеспечить семью, позаботиться о детях. Ну правильно. Вот по-человечески это правильно. И понять их можно, и понять их не страхи можно, но пришло время становиться мужественными, друзья. И вот таким людям я хочу сказать, извините, буду говорить прямо и откровенно, если у тебя, друг, родился ребёнок сейчас, и ты в заботе о нём всё своё время, все свои силы ты вкладываешь в то, чтобы обеспечить его будущее, то ты должен строить созидательное общество. Если мы не построим созидательное общество, то ты, мой друг, увидишь, своего ребёнка умирающим на своих же руках, если не умрёшь раньше. Извините, не пугалка. Это абсолютное откровение. Я не хочу никого напугать. Я говорю те факты, которые на сегодняшний день понятны большинству людей, а умные люди тем более это понимают. Страшно. Не хочется. Никому не хочется. Да, страшно. А куда деваться? Мы должны столкнуться с тем, что нам предстоит. И несмотря на построение созидательного общества, несмотря на всё, на все наши старания, мы всё равно столкнёмся. Мы уже сталкиваемся с теми последствиями нашего неверия, недоверия и нашей трусости. Знаете, многие не хотят участвовать в созидательном проекте в этом ещё из-за того, что о них подумают и тому подобное. А что о тебе подумают, друг мой? Простой вопрос. А я скажу проще. А что о тебе подумает твой 14-летний ребёнок, когда ему нечем будет дышать? Просто. Я уже молчу за всё остальное. что ты ему скажешь? Извини, сынок, но я сделал неправильный выбор. Но многие скажут, ну это же всего лишь я, мир большой, но мир состоит из таких, как ты. И если на сегодняшний день ты не сделаешь то, что должен, а каждый чувствует, что он должен сделать, каждый чувствует то, что он задолжал Миру Духовному, Богу и всему человечеству, если ты не сделаешь это, не выполнишь свой настоящий человеческий долг, то забудь о будущем. И в первую очередь своём, а потом уже своей семье. И это правда. Это та реальность, в которой сегодня мы оказались. И оказались мы в этой реальности на сегодняшний день из-за того, что мы 6 тысяч лет беспряженно, изо дня в день, потакая и молча, боясь и страшаясь, отделяясь и заботясь только о своей семье, забывая за мир, забывая за единство. Мы строили потребительский формат. И вот он сейчас достигнул апогея, сгустился настолько, что пора ему рассеянным быть. Подумайте об этом, друзья. Хватит бояться, хватит прятаться. нужно что-то делать. Да, понимаю, страшно. Да, понимаю, не хочется. Хочется жить в том мире, который был. Поверьте, мы знаем, как никто. Мы нормально жили, никто нам не мешал. Но мы видели, к чему идёт то, к чему оно пришло в нашей стране. И мы понимаем, что миллионы людей пострадали и пострадают ещё. Но некоторые скажут, ну это ведь ради будущего. И будут правы. Будущее будет прекрасным. Но человеческие жертвы ничем не возместишь. Погибших людей не вернёшь. Да, дома, предприятия, всё можно восстановить и сделать. Кто вернёт тех людей, кто вернёт тех героев, наших участников, которые под бомбёжками до последней секунды продолжали пытаться достучаться до глухонемых людей, рассказывая о Созидательном обществе, рассказывая о проблемах климата и об угрозе, нависшей над всем человечеством в то время, когда по ним били с тяжелой артиллерией. Сколько погибло наших товарищей? Это правда. Тяжело. Тяжело знать правду. Но знаете, лучше пусть нам сейчас будет тяжело узнать правду. Пусть сейчас мы предложим усилия для того, чтобы преодолеть в себе нашу вот эту, я бы сказал, глупую, чёрствую животную часть. Но зато потом нашим детям мы оставим прекрасный мир. Пусть нам сейчас придётся приложить усилия для того, чтобы построить Созидательное общество, но зато потом мы будем наслаждаться чистым воздухом, чистой водой, прекрасным миром, новыми технологиями и, самое важным, жизнью и шансом для всех и каждого из нас. Или не надо, или будем бояться, будем думать только о себе. свобода выбора, данное Бога. В этом и мир. Нам нужно поторопиться, поторопиться строить Созидательное общество, потому что люди не понимают, знаете, того, что такое прогрессия и насколько вообще стремительно набирают скорость вот эти климатические катастрофы. Очень быстро. Вот я скажу так, для понимания людей, ну давай приведу простой пример, чтобы наши друзья поняли. Вот ты водитель автомобильный, да? Сколько, скажем так, метров будет твоё торможение, если ты будешь ехать на легковом автомобиле со скоростью, ну, 20 километров? Ну метр и два тормозной путь. Хорошо. А вот если 80 километров? Больше 30 метров. Вот смотри. И как прогрессия, да, увеличивает тормозной путь. То есть инерция, которая будет, да? Вот мы ехали 20 километров, и торможение было два метра. Мы увеличили скорость всего лишь в четыре раза и едем в 80 километров. А тормозной путь увеличился во сколько? Более чем в 15 раз. Разницу видите? И чем дальше мы катимся, а мы сейчас, друзья, для вашего представления, ну, скажем так, для визуализации, мы все, всем миром находимся в одном огромном автобусе, который стремительно набирает обороты, а впереди нас пропасть. И вместо того, чтобы остановиться, развернуться и поехать в прекрасный оазис, в Эдем, в счастливую жизнь для всех и для каждого, мы продолжаем давить на педаль газа и держать крепко руль, который ведёт нас к обрыву. И непонятно, когда мы затормозим. Ну всем же кажется, мы же затормозим в конце, мы же не дураки, забывая об инерции. Я вам так, проще скажу, друзья. Даже если сейчас мы активируем механизмы противостояния, ну восстановим весь этот процесс воздействия на нашу планету, скажем так, и на нас прекратится всё воздействие, и планета начнёт восстанавливаться, нам придётся пережить ещё не один год катаклизмов, и погибнет много людей. Если мы протянем ещё пять лет до этого, то наша скорость из-за прогрессии, нарастания климатических событий увеличится намного. И это уже будет не два метра и не два года, а гораздо больше. Думайте. У нас есть ещё время, но это время будет оплачено нашими жизнями. Думайте. Свобода выборов, милость от Бога. Знаете, Игорь Михайлович, есть ещё такой момент, что многие люди, которые не понимают важность этапа информирования, они говорят следующее и задают такой вопрос. Вот вы информируете о проекте «Созидательное общество». А может быть, вы начнёте не словом, а делом помогать людям? Не помогать о делах. Да, да. Вот посмотрите, сейчас в Европу ждут сложные времена. У них голодные камни сейчас проявились, которые, в принципе, были маркерами таких неприятностей, бедствий, ненужаев, голодов. И то есть на нём написано «Если ты увидел меня, плачь». Но неужели плачь — это единственное, что могут сделать люди? И второй вопрос. Говорят, что в Созидательном обществе нет волонтёров, что волонтёры — это не те люди, которые словом строят Созидательное общество, а которые делают что-то на местах, помогают малоимущим, помогают… Знаешь, вот эти люди, которые так говорят о нас, о участниках Созидательного общества, о волонтёрах, они настолько далеки от нас. Они даже не те, что, знаешь, вот есть около плавающих. Нет. Они вообще далеки. Вот если бы они окунулись в Созидательное общество, то они бы увидели, что именно в Созидательном обществе, в нашем движении на сегодняшний день наибольшее число настоящих волонтёров, подчёркиваю, настоящих, не тех эко-террористов, которые терроризируют различные предприятия, чтобы выбить с них денег для себя, якобы борясь за экологию, а настоящих, истинных волонтёров по всему миру, которые на сегодняшний день и сирот привечают и в Африке, и в других странах, и кормят обездоленных, и снабжают водой те регионы, где воды уже нет, и многое другое. И самое важное, что практически чуть ли не каждый день к нам подключаются вот именно в проект Созидательное общество люди, настоящие волонтёры целыми организациями. Почему? Потому что они понимают, что вся деятельность, которую они делали, на которую они тратят жизнь, потому что они настоящие люди, и им не безразлично чужое страдание. Если они могут изменить что-то, они это делают, меняют, но они понимают, всё, что они делают, это решение сиюминутное. Глобально они не могут изменить ничего. Приведу простой пример. Люди обладают возможностью. Действительно, наши волонтёры, наши участники и техническими возможностями, и финансовыми возможностями они могут обеспечить водой практически всех нуждающихся на сегодняшний день. законодательно им нельзя этого делать. Это в таком мире мы живём, друзья. Да, ты можешь купить за 50 центов бутылку воды и доставить её туда, в Африку, о которой практически никто из вас не думает. Вспоминают лишь, когда бананы едят или по телевизору едят. Но там умирают дети от жажды, от банальной антисанитарии. И масса людей, которым это неприемлемо. И они делают всё, чтобы хоть как-то помочь. Но их загоняют именно в такую ситуацию, что та вода, которая здесь стоит 50 центов, там будет стоить уже два с половиной доллара. Почему? Потому что кто-то на этом наживается. Знаете, есть такие нехорошие люди, я так скажу, нелюди, которым всё равно на чём зарабатывать, на чужих жизнях, на чужих страданиях. Они говорят, что деньги не пахнут и творят вот это безобразие. И ещё для сильных, для власть имущих нужно, чтобы в ихних странах было лучше, чем где-то. И говорят, а что же вы возмущаетесь? Вы гляньте, как там живут. Знаете, такой контраст они держат. И мы за них голосуем. Вот в чём беда. Это наш дебилизм. По-другому не скажешь. Это наша деградация. Пока в мире есть такие детки, которые умирают с голода, которые умирают от жажды. И если нас не мучает совесть, если мы ничего не сделаем, значит, мы уже тоже не лепим. Значит, нас тоже деформировал этот потребительский формат. Да, некоторые скажут, мне дороже, чтобы мой ребёнок был сытый и чтобы у него была вода. Но это сегодня, а завтра. не задумывался, да? А вот к нам ещё многие присоединяются, те волонтёры, которые сейчас вынуждены сами обращаться за помощью, которые сами стали беженцами, сами остались без домов. Разве не так? Вот сколько наших участников, которые вследствие катаклизмов лишились жилья, домов, а вот эти триллионы, выделяемые на борьбу с климатом, на них не распространяются. Власти им говорят, иди, бери кредиты, строй дом. И всё. И вся помощь. И опять-таки, наши же волонтёры приезжают и помогают разбирать те дома, строить новые. На волонтёрстве, на человечность. И находятся какие-то люди очень странные, да людьми их-то не назовёшь, которые говорят, «Ребята, а не надо болтать, берите и делайте, что ж вы всё разговариваете о Созидательном обществе». Да, мы разговариваем, друзья мои, разговариваем о Созидательном обществе, потому что это самый мирный и самый правильный проект за всю историю человечества. И словом мы должны достучаться до каждого и мирно построить Созидательное общество. Извините, это не смена одной власти на другую, это спасение всего человечества, всех и каждого. По этому слову мы работаем. Но в то же время Созидательное общество — это масса, огромная масса прекрасных людей, неравнодушных чужой боли. И делаем мы гораздо больше. Почему мы об этом не говорим и почему сейчас мы только за это заговорили? Потому что спросили, потому что за дело, за живое, обидно за тех людей, которые в эту минуту сами страдают в Африке, сами страдают в других странах. Я вам приведу простой пример у тем, кто так думает. Знаете, что эти диванные, ожиревшие аналитики, но по-другому не скажешь. Знаете, сознание подсказывает оскорбить тех людей. Но что их оскорблять? Их Бог наказал уже. Не достойно меня оскорблять их. Их Бог так наказал, лишив их разума, что мне там уже делать нечего. Но, может быть, проснётся у них совесть и попросят прощения сами. Приведу простой пример. В то время, пока кто-то лежит на диване и развлекается, смотря что-то интересное, забавное, наши участники, и таких много, к примеру, в Афганистане. Да? Беднейшие страны. Из 40 миллионов, более 30 живут в бедности. Да. И вот наши участники, которые вынуждены работать с утра до ночи, без перерывов даже, представьте, ни отпусков, ни выходных, потому что они должны кормить семью. Но в то же время, придя домой, вместо того, чтобы лечь и отдохнуть, они, несмотря на плохой интернет, несмотря на отвратительную связь, они делают всё возможное, как волонтёры, чтобы информировать других людей о Созидательном обществе, потому что они понимают, это единственный шанс для всех. Это то, что может спасти весь мир, всё человечество. Представьте. И им говорят, что они ничего не делают. Или возьмём ту же Африку, вот мы о ней говорили, как наши участники, те, которые занимаются переводом. Вот этот пример тоже поразительный. Человек выезжает в поле, потому что у него телефон не берёт. И он, несмотря на камеру, несмотря на всю, скажем так, неприятные ощущения ночи, он пытается поймать связь для того, чтобы переводить, для того, чтобы помогать людям, потому что он знает ценность жизни. А другие избалованные судьбой, живут в прекрасных странах. И вот сейчас немножко только климат их зацепил, и все уже перепугались. И все уже, «Ну как это? Как это? У меня скатали газон. Как это? Мне не разрешают сливать в туалете. И мне что, теперь грязным ходить? Да, друг мой, грязным ходить? Потому что мы тебе стучимся уже очень давно, а ты нас не слышишь. А я более тебе скажу. Если не услышишь, будешь ходить голодным и бездоленным. Но недолго. Если не услышат, такие же, как и ты, и не поддержат Созидательное общество, то из-за вас и нам придётся слишком рано расстаться с этой жизнью и лишиться вначале всего, испытать весь тот ужас, который накапливался за шесть тысяч лет. Мы последнее поколение или первое. Мы последнее, которое испытает весь ужас, все страхи, всю боль за шесть тысяч лет нашего бесчеловечного существования, всю ложь и всю грязь. Мы сполна выпьем эту чашу и станем последним поколением. Или же мы станем ангелами мира. И из этой темноты мы выведем всё человечество на яркую поляну, введём в Эдем будущее, где жизнь будет каждого. Самым ценным, что может быть на этой планете, нам решать, тебе, мой друг, решать. В первую очередь. И это правда. Игорь Михайлович, спасибо вам огромное. Ведь столько людей, столько участников проекта «Созидательное общество» действительно спасают вот этот мир. Вы говорили примеры и про людей в Африке, и про людей в Афганистане. Куча людей по всему миру тратят всё своё свободное время, все свои отпуска, все свои выходные для того, чтобы спасти не только себя и свои семьи, но ещё и для того, чтобы спасти семьи. Вот тех политиков, которые сейчас ничего не делают, тех диванных критиков, которые сидят на диване и говорят гадости и даже глупости, я бы даже сказала. В общем-то, вы знаете, ты понимаешь, что это действительно те герои, которые спасают этот мир, которые спасают мир в этом мире. И это те люди, которые действительно достойны настоящей премии мира. Не вот Нобелевской вот этой премии. Но только не Нобелевск. Да, да. Почему не Нобелевск? Знаете, когда получают премию мира убийцы и тираны и те, кто уничтожает будущее многих людей, то несмотря на то, что там дают миллион, я считаю, это недостойно настоящих людей, тех, которые сейчас на передовой, наших волонтёров. Ты знаешь, вот у меня предложение есть, и оно, я думаю, будет приемлем для мной. Вот смотрите, при построении созидательного общества всё равно будет три-пять лет, ну какой-то промежуток времени пока будут существовать деньги, так называемый переходной период. Но никуда мы не денемся, несмотря на все технологии, несмотря на все возможности, которые откроются. Ну первый год, он вообще немножко нестабильный будет, надо честно признавать. Ну прежде чем переходить, надо и просчитать правильно, и выверить, но всё равно первый год не очень. Ну и многое сделать нужно будет не до того, как говорится. А потом нужно будет опять-таки внедрять новые разработки, новые технологии. Ну я думаю, лет пять минимум, в три мы не вложимся. Это пока будет существовать деньги. Потом они станут бессмысленны и не нужны. Но пять лет — это пять лет жизни. с той же экономикой, да, плановой, не рыночной, но всё равно экономика. Всё равно нужны будут деньги, нужно будет что-то покупать, обменивать что-то на что-то. У меня предложение, друзья. А давайте мы сделаем так, чтобы каждый волонтёр, каждый активный волонтёр Созидательного общества, те, кто сейчас выполняет самый трудный и самый тяжёлый этап — это информирование всех людей, чтобы они в действительности получили премию от Созидательного общества. Ну вот, к примеру, исходя из сегодняшних цен, сегодняшней стоимости, если, конечно, что-то изменится, мы и цифру изменим. Но я предложение отдаю такое. Те, кто, к примеру, на сегодняшний день волонтёры информируют единиц, ну это те люди, которые, допустим, на машину наклеили, «Я поддерживаю Созидательное общество», он везде разговаривает с коллегами, с друзьями, с знакомыми, но он работает с единицами людей. Вот такие активные активисты, они должны будут получить премию, ну скажем, равную той же премии мира, которую получают абсолютно немирные люди на сегодняшний день, миллион долларов. А почему нет? Те люди, которые, скажем так, оповещают десятки людей, ну это могут быть владельцы там кафе, там блогеры, ещё кто-то, то есть те, которые ездят, рассказывают, разговаривают, ну кто не стесняется, может разговаривать в автобусах, ещё где-то массово, доносит до десятков людей, те получают два миллиона. Те, кто оповещает сотни людей, те получат три миллиона. Те, кто имеют возможность общаться с людьми и оповещают тысячи людей, четыре миллиона, ну а те, кто способны будут оповещать миллионы людей, те же блогеры, люди, выходящие на огромные площадки, участвующие там в конференциях, которые продумывают, ну скажем, певцы какие-то, которые создают концерты, которые смотрят миллионы людей, да, те получат пять миллионов. А почему нет? Ведь эти деньги, которые они получат, это те средства, которые всё равно пойдут в экономику. Конечно. Это, ну, любой макроэкономист скажет, это огромное вливание средств, которые дадут оборот. И тем более, деньги всё равно наши, проблем нет. Но эти люди, они этого заслуживают. Они сейчас уже инвестируют эти деньги в построение Созидательного общества. Я уверена, что… что масса людей на сегодняшний день, наших волонтёров, братья-то выходные отпуска свои собственные средства на развитие Созидательного общества, потому что понимают, что наилучшая инвестиция в своё будущее — это инвестиция в Созидательное общество. Это так. Это действительно так, друзья. Это наилучшая инвестиция. Вот откладывая деньги в будущее своих детей, да, можно и нужно, но без Созидательного общества. Вы сами понимаете. Поэтому важный и нужный момент здесь — это понимание для них важности. Но с другой стороны, это будет и стимуляция тем, кто хотя бы ради денег начнёт оповещать людей. в помощь нашим волонтёрам. Знаешь, если вот некоторые люди, скажем так, не понимают, почему люди бесплатно что-то делают, ну пусть поработают хотя бы за деньги. Так же ж? А там, глядишь, тянутся и поймут. Но это не означает, что будем платить сейчас при построении Созидательного общества. Сразу же все должны получить эти средства. Но я, ты знаешь, я бы даже пошёл дальше и больше, потому что тут же возникает вопрос. А как же те спонсоры, да? Да, да, ведь много людей поддерживают просто. Ведь есть люди, которые поддерживают волонтёров финансово. Они сами не могут участвовать в силу определённых причин. Ну кто-то в бизнесе, кто-то в политике, кто-то ещё где-то, но они спонсируют, они поддерживают людей. Поддерживают тех же волонтёров. А волонтёры используя эти средства, чего-то добиваются. Давай введём тоже градацию такую. Вот поддерживают, мало ли, малый бизнес, он может поддерживать, ну бабушку, которая пришла, вот сидит, просто сидит у дома, вышла подышать воздухом. Ну эта бабушка может заработать миллион для внуков. Почему? Оповещая всех и всех. Правильно? Подел маечку, я поддерживаю Созидательное общество. Ну что нет? Тех же единиц. Но эта же бабушка может ознакомить кого-то с Созидательным обществом, того человека, который потом сможет донести эту информацию до миллионов людей, поняв суть и важность этого. Поэтому эта бабушка тоже важна. Она может рассказывать на рынке, ещё где-то, где общаются, в магазинах, в больницах, единицам, но очень многим людям. Правильно? Видишь, так за год и один миллион долларов заработает. А почему бы и нет? Да, да. Но при построении Созидательного... Насколько важны шаги даже тех, кто вот так единично, казалось бы, доносит информацию. Ты понимаешь? Да. Ну сейчас, знаешь, сейчас все способы хороши, и всё важно. И наглядная агитация, она очень важна. Если бы, представь, масса машин, если бы вот все, кто поддерживает Созидательное общество, перестали стесняться, бояться, наклеили бы на машины свои знак «Я поддерживаю Созидательное общество», те же мелкий бизнес, крупный бизнес, неважно. Писали бы на своих чеках, магазинах, мы поддерживаем Созидательное общество. Ну неважно, на упаковке, на документах, которыми обмениваются. Конечно, всё больше и больше бы люди ознакомливались с Созидательным обществом. Наглядная агитация. Банально, те же шапочки с надписью «Созидательное общество», маечки, всё что угодно. Да ради Бога. Те же трусики и лифчики, носки, дырочку приклеить, если ты их производишь. Мы поддерживаем Созидательное общество. Человек по-любому уже ознакомится. И чем чаще и больше он будет видеть, тем быстрее до него дойдёт, что нужно поддерживать «Созидательное общество». Я бы даже сказал простой пример, слегка смешной, надпись на туалетной бумаге. Я бы, знаете, что написал на туалетной бумаге? Всё равно человеку делать нечего, он сидит и читает. Если ты не поддерживаешь Созидательное общество, не пользуйся этой бумагой. Не заслуживай. Смешно, но эффективно. Правильно? Здорово. Да, Игорь Михайлович, просто это действительно простимулирует некоторых людей выходить из тени хотя бы набраться смелости и начать говорить. Ты знаешь, чем дальше, тем больше будет людей, которые начнут выходить из тени. И больше и больше людей будут говорить открыто и смело. Да, у нас сейчас тяжёлое время, друзья. Нас не поддерживают средства массовой информации, только льют грязь на нас. Это время такое, потому что многие не понимают важность самого проекта. но мы имеем возможность доносить эту информацию друг до друга. Это честно, это правильно. Да, конечно, некоторые скажут, ну пусть там президенты дадут приказ, и нас сразу за ваше созидательное общество расскажут по всему миру, и все будут знать, и люди пусть выбирают. Пойдёмте к политикам, да? Пусть они. Пойдёмте к политикам. Политики, дело в том, что много прекрасных людей среди них, действительно, думающих, настоящих людей, которые переживают не только за свою страну, но и за мир, но они находятся в той ситуации, что они даже хотели бы, но не могут. Почему? Потому что нельзя им открывать рот в отношении созидательного общества. Хотя многие поддерживают, многие понимают, ведь они же не дебилы, раз они стали политиками. Да, такая игра, такие правила. Они рабы, так же, как и мы, вот этого потребительского формата. И они должны играть в ту игру, которую им навязали. Также и большой, ну я имею в виду, крупный по-настоящему бизнес. Они тоже рабы этой игры. Шаг в сторону, и у них всё меняется, и всё ломается. Понимаете? Да, есть те, кто специально стоит на пути созидательного общества, но их единицы. И то временно. Когда они поймут, что у нас прекрасной памяти мы помним всех, и каждый будет вознаграждён, а те, кто стояли на пути, о них память будет в тёмных подвалах, скажем так. А те, кто строил созидательное общество, те будут под солнцем, достойные света. Вот знаешь, вот у меня сейчас пришла идея, а почему нам не построить действительно настоящую аллею славы? Ведь сейчас строят аллею славы кому? Убийцам, пострадавшим, ну и тому подобное. Ну это действительно так. Тех, кто там… Да, они отстаивали какую-то идею, они спасали мир, страну, да не мира, власть определённых людей, давай прямо говори, и потом навязывают всем, что они герои, потому что они убивали кого-то. Ну так же ж? Ага, здесь люди, спасающие всё человечество, разве они не достойны вечной памяти? Так, чтобы все поколения тысячи лет вперёд о них помнили и знали. А те, в настоящих Ангелах Света, которые спасли этот мир и построили, я скажу так, родители нового, прекрасного мира. Хорошо ж? Классный идея. А почему не построить нам какое-то монументальное строение, ну допустим, шесть этажей? К примеру, на первом этаже, ну пусть они будут высоки, чтобы было имя каждого, каждого волонтёра. Ну а те, кто на миллионы, а те, кто там на тысячи, все должны быть. А на других этажах пусть будут те, благодаря кому эти волонтёры могли что-то делать, те, кто их поддерживал. Тоже вот градация, что у нас от миллиона до пяти, ну… Премия, да. А там филантропы будут отмечены по пяти этажам, да? А вот на шестом этаже уже получается должна быть стела со знаком «Созидательное общество». А на вот этой стеле должны быть портреты тех политиков, кто набрался такого мужества и кто первым заявил о том, что он поддерживает созидательное общество. И я больше скажу, мы должны, друзья, набраться смелости и открыто говорить, что поддерживать мы будем отныне и впредь только тех политиков, которые поддерживают созидательное общество. Тогда и у политиков руки развяжутся. Мы создадим электоральный запрос, и мир изменится. И те политики, которые первыми поддержат, ну пусть они и будут на той стеле, чтобы люди знали и помнили в веках. А вот внутри этого строения мы сделаем тёмную сторону нашего мира. Всё зло, которое было, и все, кто его творил за всю нашу историю и за последние времена, и тех, кто стоял на пути развития созидательного общества, тех, кто, знаете, как дьявол стоял на пути вот их ангелов Света, ангелов мира, мы их вот там и отметим. Они тоже должны быть известны. Знаете, чтобы потом далёкие ихние потомки приходили посмотреть на своих предков, и вот кто-то будет находить своих предков среди ангелов мира, а кто-то среди рабов сатаны там, в подвалах, в темноте. Но помните, это нужно. Знаете, увековечим субличности и восхвалим ангелов. Разве это не прекрасно? Это, знаете, такая приятная ассоциация в том плане, что справедливость восторжествует, и те, кто, в принципе, мешал людям строить Созидательное общество, те, кто развивал вот этот убийственный потребительский формат, они будут снова заточены как будто бы вот в это подземелье. Они и должны быть там. Они нас держали шесть тысяч лет и продолжают последние наши дни, которые мы можем спастись, они продолжают нас держать в темноте, загонять нас в темноту рабства, не понимая простых вещей, не понимают о том, что мир обречён. Разве этих людей не стоит отметить по заслугам, загнав их в подвалы, в подземелья, как и раньше? Стоит. Приведу простой пример. Вот есть один городишко такой небольшой, и наши участники пришли с проектом к одному редактору местной газетёнке с просьбой поддержать созидательный проект и поддержать конференцию «Глобальный кризис». И вот что он им сказал, мне это поразило. Он им сказал, «Ребята, глобальный кризис — это не то название. Вас никто в городе не поддержит и никто вас не напечатает. Нам запрещено это печатать». Это редактор говорит. «Нам запрещено». Вы поменяете на что-то такое мягкое, обтекаемое, и тогда, может быть, вот такие редакторы и те, кто им приказал, они должны быть достойными, почётными, антигероями, которые удостоены быть чести, помещены навечно в подвал, чтобы всё человечество потом видело их, видело, из-за кого они чуть не расстались с жизнью. Ну, это справедливо. И все, и каждый должен получить то, что заслуживает. Почему? Потому что времени у нас как такового осталось немного. И вот здесь проверяется каждый, с кем он. с Богом, с людьми, с честью, с совестью, или, извините, он раб шайтану. Всё просто и всё очень честно. Игорь Михайлович, знаете, в одной из передач мы говорили, что нас почти 8 миллиардов. и на сегодняшний день нас уже более чем 8 миллиардов. И ты понимаешь, что это огромная проблема для потребительского формата, и это огромный шанс, огромные возможности и потенциал человеческий для того, чтобы всё изменить именно в Созидательном обществе. Но для Созидательного общества это очень мало людей. Что такое 8 миллиардов, Это ничто. В Созидательном обществе даже 50 миллиардов мало, потому что эта планета способна прокормить огромное количество людей без вреда для экологии. Мы должны жить в симбиозе с этим миром. Тогда и мир будет с нами жить в симбиозе. Правильно? Так что, друзья мои, нам надо строить Созидательное общество. И вообще хочу сказать, что, друзья мои, пора прекращать бояться. Надо выходить из этой тени. Надо становиться Ангелами Света. Нам нужны эти Ангелы Мира для того, чтобы мы в действительности быстрее построили Эдем на этой планете. Запомните, мы это можем. Запомните и передайте другим, что у каждого из нас есть свобода выбора. Мы выбираем, жить или умереть. И от каждого из нас зависит, что мы выберем. От каждого. Если мы сделаем правильный выбор, если в этом мире будут превалировать Ангелы Света, а не рабы шайтана, мир будет вечен. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Вам спасибо, друзья. Спасибо, что вы есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok